хорошо кольчик накали мне купола ты смотри на его реакцию это капец просто какой-то очереди вечером в городе очереди в супермаркете ну что это такое это ясно это я монтирую друзья лимон я брал с собой фольгу если нам повезет поймать рыбку мы с вами ее еще и запечем смотрите какие облака красивые сквозь них пробивается еще закатик солнышко там где-то за горизонт уже скатилась короче красота да в такие местяки уже забрались что просто глянь ромоч какой подъемчик газку ребятки это просто что же сейчас что творится комаров ну просто такая толпа мы вышли с машины и просто стоит гул так что у нас тут с костерчиком костер вроде бы разгорается все нормально дрова сырые но ничего накидали туда сухого спирта все потихоньку сразу же просыхает и начинает гореть это хорошо так фонарик сюда на меня друзья шу дальше дальше мы достаем мой супер нож для таких сложных условий полевых и идем рубать короче такие веточки шум на этих шпажки короче так вам сказать чтобы на этих шпажках можно было поджарить сосисочки вот вроде нормально первое есть красота друзья вот это я люблю люблю такой отдых на при на природе более в предвкушении рыбалочки я надеюсь хорошей рыбалки не спеша не надо никуда блин торопиться с утра там быстро качать лодки сейчас мы с рома чем потихонечку перекусим поставим палатку посидим возле костра потому что здесь ну не так вот комары прям съедают столики сегодня с собой не брал потому что мы с рома чем собрались буквально за полчаса я позвонил рома говорю надо ехать на ночь надо ехать с вечера короче чтоб все нормально получилось рома удивился говорит ну дай мне хотя бы блин полчаса на сборы но говорю давай полчаса да но за столиком мне надо было еще заезжать в подвал забирать столик короче а так у меня в машине там все было собрано но смысле лодка якоря короче хватанулся в руки и погнал на стоянку короче вот такой сегодня столик с атыбовского пакета шо у нас есть у нас есть у нас есть вот такие вот сосиски сырный соус кунцевские булочки батон немножко овощей я смотрю тут жена положила огурцы помидоры вот такие типа охотничьи колбаски копченые прикольные кстати вот такой вот кусок сыра еще есть ну в принципе и все я блин думаю это с головой нам хватит чтоб хорошенько так отужинать даром сейчас кромсаем завистки подкидываем в костер как только нормально разгорятся все это дело пожарим а потом дрова этот вообще костер накроем листвой ну и такую дымовую завесу короче тут организуем от комаров чтобы избавиться ну шо ромыч я думаю в принципе можно начинать начинать приступить приступать к самому интересному самому интересному самой интересной части сегодняшнего нашего вечера это ужин не надо ну смотри короче нам тут по 2 получается этих сосиски но надо как-то у нас кроме этих сосисок еще твои тигрюня там уже их на утро сосиски поставим вот вообще бомболея короче а я буду контролировать контроль сосисок такими кусочками короче порежем сверху знаешь нормально казацкие кусочки короче он так вот раз вот вас 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 все там где уже можно приступать а я за свои забыл сотри как они у меня красиво да ну ничего сейчас нас со второй стороны будет нормально смотри бы они потом со второй стороны разрываются так главное ножик не прав так сейчас мы ножик здесь повесим освещение у нас прям студийное такое слышишь прикольно но у меня и третий где-то фонарик но я дома оставил в принципе двух на ночевку хватит за головой они еще подключаются к повербанку понял если еще на 20 миллиампер час кинуть повербанк то вообще можно всю ночь так сидеть так короче я ходил друзья за солью смотрите теперь он так вот помидорчики и огурчики все у меня сосиски как рома и сказал одна уже упала сейчас и короче хотя бы туда спасу и вторую все сосиски у меня нормально сейчас ромычу так по-братски чисто посолить знаю чтобы не жалеть ну не знаю я люблю лично соленый да и сырок короче так притрусим все я думаю сейчас еще за водичкой схожу доромусь и будет вообще бомбезно и куда же без таких причудках типа соус какой-то но промы сегодня сырный соус взял я думаю очень даже и очень хороший вариант скажет мажоры на природу приехали так ну шо стартуем да да ну давай все друзья приятного аппетита блин как это как это вкусно как это замечательно казалось бы простейшая еда но атмосферно да то на природе ты шо ну сюда аппетит мы пока приехали вот это пока все организовались пока доехали долго ехать сюда добираться последние километров наверное 7 тупо первая вторая передача не больше боже как это все вкусно блин такие звуки она короче выключать друзья чтобы вас не нервировать прям к ним чалканьем потому что не все друзья на адекватно относятся к таким прям к ним и чалканьем некоторые не ну а по-другому как тот кто не был у костра ночью с другом это нереально просто никогда не вкусную еду не чалкать ну да не наслаждаться ладно друзья я наверно выключаюсь мы с рома чем перекусим по а потом дальше все движения которые будут происходить а уже самое интересное буду вам показывать так потихоньку остатки продуктов надо сносить в багажник потому что ночные звери для по растягивают сто процентов все под завязку так загружена так и достаем теперь самое такое основное для нашей ночевки вот моя палатка спальный мешок карематик все же я буду сегодня использовать так рома надо определиться где у нас будет стоять палатка где более или менее ровная поверхность самый главный прикол в том чтобы палатку собирать с закрытой дверью и открывать ее только тогда когда непосредственно мы залазим потому что мошкары стока тем более плюс ко всему я еще и с фонарем на лбу плюс еще здесь у меня и штатив с нашим студийным освещением ё-моё поэтому сейчас надо сразу проверить двери на предмет закрытости а дальше уже как-то блин палатка еще как конструктор ее блин токон начинаешь но что-то с ней делать она сама распадается сама сама уже блин собирается купольная конструкция где у нас тут хоть двери есть вот одна дверь закрыта точно смотрите еще ничего не делал она уже начинает сама расставляться вторая дверь тоже закрыта вот так вот раз оп сотри блин капец палатка в натуре но и убери вообще никера ничего не делал она уже бац 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 и короче все осталось только последнюю эту штукенцию все палатка стоит сейчас моя только на более или менее ровную поверхность установим будет вообще бомбезно все так все таким макаром у нас стоит палатка будем наверное головой сюда спать потому что немножко склон в ту сторону сейчас наверно в палатку надо быренько закинуть каремат и спальник пока еще сами не залазим все это надо сделать очень оперативно и очень аккуратно таки потому что ну комары с и ошибок не прощаю час но такое отверстие бац и закинули вас и закинули и сразу хлоп и закрыли и все комарики он роман со своим спальником он давай рома я сейчас открою а ты быренько его сюда закину и закрываем короче операция десант в палатку так ромать давай прыгать теперь я угу налетели слышишь есть сейчас можете рекам есть мы этих выпьем к топа налетал да тут смотрите друзья в чем прикол помимо того что здесь двери можно ну понял откидывать короче вот такие вот окошки делать здесь боковины палатки сами вот по себе сделаны из такой сетки смотрите здесь подвесик есть такой для lr 10 то вообще слушаясь можно вот так вот налобники выключать сейчас вам покажу здесь обстановку здесь у меня есть такие вот еще кармашки то телефоны тоже где-то узле кармана положу друзья давайте сразу карематик организуем хотя каремат сейчас такой спорно чисто для мягкости понятное дело сейчас жара и но совершенно нужно какое-то тепло снизу так карематик есть что надо посмотреть что там рома чем занимается в своей комнатке хомяка взяли снимки на погрызем так надо вот так вот показывают скажут короче рекламируем да заплаты лы хомка короче сейчас будем тыквенные семечки еще с рома чем хавать рома взял семечек спать еще сразу никто не собирается он блин так тут наверно можно и раздеться слышишь немножко комариков повыдевать потому что ну жарко я стою я страдал от этой жары просто нож одеваться нет туда по закутывались вообще слышишь не промокайку поделся сейчас текут там он у меня балахон все дела ты шо это просто ты шо ты шо короче вот так вот как-то двухкомнатная у нас сегодня квартирка вполне себе нормальная обстановочка ребят я честно говоря я откинул свой спальный мешок сейчас под голову я вот лежу и даже ну не знаю надо ли его распечатывать или нет промыш понятно он без каремата лег на этот спальник на свой чтобы было немножко помягче а я на карематике вы знаете так довольно таки ничего фу ну жарко жарко реально понятное дело сейчас not сколько у нас 2321 почти половина двенадцатого но понятное дело часиком к двум уже если задремать то можно проснуться будет но прохладнее она всегда ночью как бы тело остывает и ночью прохладнее становится но сейчас наверное ну станет прохладно наверно тогда как этот спальники достану а сейчас вполне себе рома что ты скажешь ты слышишь как тарахтят комары как дождь так ты посмотри их он видно реально просто они короче просто сейчас думают офигеть вот это технологии вот это палаточки начали делать да короче что не можем пробиться просто к людям нифига не нормалек палаточка вполне себе я вот так ставлю руку прям ну слышно как такой знаешь прохладненький уже аж воздух да вот так вот тем более вот так если провести вообще хватит да вот как то вот так надо друзья вот только шром еще говорил надо почаще выбираться на ночевочки но это такая тема ну просто не всегда получается но пока после зимы раскачаешься короче сейчас уже все сейчас уже нормально тепло на улице так что можно смело ехать на ночевке главное было время желание и возможность короче вот такую гору уже семечек на лускале потихоньку приглушаем свет на третьем режиме был фонарик потом на 2 перевели вот это сейчас на первом режиме кстати в таком режиме он по моему там двое суток вообще может светить довольно таки для палатки и светло хватает освещение по времени у нас друзья сейчас я блин свои джи шоке вот так вот раз 7 минут первого подъем у нас запланирован на три часа ромочном будильник поставил сейчас наверное еще свои куранты заведу чтобы нормально не практикали чтоб стопудово доброго утра здорово всем ребятки короче сейчас я даже не смотрел сколько на часах будильник прозвенел сейчас мы посмотрим время без 24 как раз самое но можно наблюдать там уже где-то где-то далеко за горизонтом солнышко начинает шевелиться короче комары гудят просто жесть я вот раньше на ночевке у нас там переменчая на зеленый остров ездил тот я там просто понимал что в час ночи их уже не будет и так всегда и было до часу ночи они жрут тебя потом ну просто где-то пропадают и все ты можешь остальное всю ночь ходить и все нормально здесь нет здесь короче блин комарован смотрите видно или нет на втором слое палатки они просто тупо сидят и и ждут пока мы с ромочем начнем двигаться там выходить что-то у рома тут короче электростанция какая-то что-то гидроэлектростанция зарядка какая-то такая жесткая такая хардкорная идет так рома чужон с лодкой идет сейчас я наверное рома пока будет качаться я буду собирать палатку но хотя палатка собирается также как и разбирается очень очень быстро тут машинка наша стоит все в принципе по месту все удобно местах здесь вообще хороший такой красивый смотрите ребятки сколько комаров это просто это просто жестяк какой-то садятся сразу по несколько так ну с палаткой разобрались тут принципе нефиг ее собирать я живу купольная система палатки это наши все сама короче распалась разложилась собственно по поводу складывать то же самое собрались сматываемся по-быстренькому от комаров только что пока мы спиннинги собрали это не полностью собрали просто офигели говорю роме давай уже флюр вязать на шнуры на воде сейчас метров хотя бы 15 отойти надо потому что ну съели полностью я не знаю руки уже наверное через полчаса пухнут просто пока только что собирал снасти блин просто вот так вот на насаживаются по 10 штуку так раз и скидываешь их это просто жесть короче ромыч давай отчаливать ну их комаров этих нафиг и не взяли ж ничего с собой против комариного да это самое такое ошибка была короче я даже и не планировал друзья что у меня телефончик у которой использую под эхолотик так хорошо ляжет вот сюда вот именно вот этот потайки ручка садится мою новую коробку ну короче ложится телефон так чтобы вы понимали сотрите вот я переворачиваю то есть он туда просто плотно входит у меня вечная была проблема он падал а сейчас так прикольно блин вообще стационарно закрепленной сейчас уже вышли идем студируем но сейчас будем искать судачка будет надежда конечно и на поимку крупного окуня сегодня стоит у меня катушечка shimano straddyк нового образца так начинать будем наверное из моей одной из моих любимых резинок это sex impact в размере 38 поставим так вот такой размерчик нам необходим крючок декой единичка ворм 9 собственное название ворм ворм это червяк переводе вот вам червяк есть сейчас быстренько монтируется таким образом бац 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 и бабац вот и все шикарненько все смонтировано так а что у нас по весам а по весам здесь сейчас глубина в этом месте примерно плюс минус три с половиной до четырех метров поэтому попробуем веса использовать 8 грамм для начала иди сюда есть ребятки первая поклевка по ощущениям это или мелкий бычок или мелкий судачок скорее все какой-то бэнек вообще мелкий а так и есть ну как сказать бэнек не мелкий бэнек вообще просто зачетный но но бычок зараза уже 555 без пяти шесть а вот это вот первая поклевка вы понимаете в чем прикол короче что то ну я не знаю надо искать сегодня судака и окуня не видно вот чем прикол бычок нам точно не нужен отпустим его но первая рыбка поймана то хорошо правда рыбка такая которая нам совсем не интересно ничего будем продолжать искать это непонятно что то ли ухты есть у хорош у ю ю ю ю ю датки вот это аппаратик подсел иди сюда короче романа те твои ножницы смотрите какой смотрите какой красавец короче ромыч вычислил место стоянки окуня здесь короче рома сегодня зарабатывает 5 баллов по по шкале рыбака да ромыч молодец еще мне твистерок подогнал короче рабочего цвета так что ребятки в итоге вроде бы мы как сегодня рыбку надыбали сейчас главное куй железо не отходя от кассы пока месть окунь там стоит сейчас его надо и ловить стоит он в корчах и стоит вроде бы стайно и стоит вроде бы стайна ух ты есть ну сюда это не окунь это судак но блин не такой как я прошлый раз бабахнул а ну покажись в прошлый раз в корче зашел до 312 конечно спине кто такой как у ромы не меньше двух а ребятки не меньше у вот это агапчик ты шо ты шо тихо 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 зараза тут не глубокой везде корчи главное чтобы не нырнул все досвидос да да ребятки обидно до соплей да такой не меньше чем у ромы там двух а даже за двух у был вообще хороший такой блин судачишка блин но плохо он зацепился просто элементарно плохо зацепился надеюсь я своего еще сегодня поймаю ух ты нифига себе вот это поклевка была ребята просто жесть уже ближе чуть к лодке акушара но какой блин но это этот наверно получше будет чем на прошлой рыбалке я ловил за самый краюшек зацепился но ничего я его взял не не больше не больше окунь ну короче под келушный ромыч наверное такой как и у тебя да да офигеть он полностью полностью схавал мадвах последний мой жестяк смотрите друзья какой окунишко вот это рыба здесь короче здесь если клюет то клюет наверняка нет такого что знаешь там ладошечная что-то попадается здесь если клюнула то клюнула нормально не зря короче мы сюда за соточку ехали так но этого мы на кукан однозначно посадим такие такие рыбы такие рыбы нам нужны так как хочешь друзья что я вам могу сказать но в принципе уже я откупился трофейную рыбу и свою поймал но знаете вот вот конечно на душе неспокойно вот за судака 2 судаков я упустил причем первый судак который ушел в корч был явно намного больше чем этот который уже с подлодки ушел вот это что с подлодки ушел там ну там за 2 был судак ну ну реально я думаю вам было это все видно никто со мной спорить не будет но от на тот судак понимаете того судака я ну я просто не мог ничего сделать он он просто в коряге залез и сопротивление было намного сильнее так поставил я свинг-импакт мадваги закончились свинг-импакт в размере 3 5 дюйма друзья надеюсь это приманочка принесет нам судачка ну кстати свинги по судаку просто убойно работают иди сюда мою сторону пошел но небольшой друзья первый заброс на свинг-импакт только-только я выключил камеру но что-то непонятное то ли акушарик то ли такой самый это просто какой-то праздник ты шо ты шо оде резинка друзья акуня монстры просто рвут мой мою резину на уха ну кайтэч есть кайтэч да ну шо друзья этого тоже на кукан садим ты шоу такие акуня ну реально подки ложные ему понятное дело здесь килограмма нет но грамм 800 и я могу его уже смело называть подки ложным свинг сразу так сработал ты шо молодец ну я надеюсь это судак да это не окунь надо форсировать ухо это он ребятки это он только не сойдет но этот чуток поменьше конечно хорошо взял и своего но этот такой тоже до 2 х ура друзья просто ура короче каждая смена приманки приносит новую поклевку засиделся на свинге поменял короче потому что он не клевала life impact в размере 4 дюйма в таком блин не помню не помню цвет как называем ага бульгил флэш по моему рома отдай canto чтобы быть не голословным ну я сказал в районе двух и но думаю может знаешь кило 800 сейчас его сейчас мы его взвесим друзья чтоб сразу понимать о каком весе идет речь сколько у рома что-то он не показывает нолики только и все ну ну ага все лб слышишь тут лб стояла в килограмма надо переводить ну почти кило 800 а я сколько сказал ну так и есть все да есть друзья трофейная сегодня рыбалочка вот вот нравится мне эти места понимаете либо клюет трофейная рыба либо вообще ничего не клюет так просто красота ночевочка ну я вот уже от купился я блин но хоть и хотел взять судака друзья потому что ноут у меня два судака ушло один с подлодки там явно за двух у один в корчи завел там я думаю под трех у был я его правда не видел но это так мои предположения все же можно сказать вот хорошего судака кило 800 там блин с лишним по моему даже или кило 800 ну это блин зачетный судак наше время опачки а вот и ромыч бабахнул хорошего акушарика ну ты найдет нормально спокойно вону видно что акушара ну просто хороший такой прям килошный ё-моё ну шо рома ну скажи пару слов за профессионал хороший обновленный ну там было по палке видно шо это окунь это сильно близко подмотал ромач отпусти чуть-чуть отпусти и ко мне чуть-чуть подвинь красавчик спасибо серый шо помог а ну покажи его на камеру ну тут одни один в один до акушарики сотрет такие цель грамм грамм улечек 700 точно вообще красота но мне нравится профик этот понимаешь он не сливает рыбу единственное просто что если рыба плохо зацепилась как мой судак туда так короче забрали у рома спиннинг поймал рыбку все теперь наша очередь сотри ты видел ромать ребятки вообще с проходу на судака похоже но цвет такой короче подходящий там крючочек стоит вообще нормальные именно форм 910 до это судак ящик короче суда держим напряге нитку акушара блин друзья но я ошибся у у рома ты видел какой он размером это просто жесть профик бедненький отрабатывает но этот ки ки ложка стопуду у его друзья вот это монстры сегодня клюют это просто ты шо ты шо офигенчик говорю ромычу давай короче по очереди моя очередь первый заброс я только-только начал проводку буквально первые два подрыва ну короче я думаю на видео там все будет видно иди сюда а у него крышка такая острая вот но у меня так не кисло короче не уйди дружаня потому что ты наверно мой самый трофейный акушарь да ты шо ребя ну шо я не знаю я таких акуни еще не ловил это просто это просто капец какой-то эмоции просто зашкаливают ну посмотрите вот такие окуня это это просто что-то с чем-то я не у меня не слова просто не передают всю глубину ситуации я надеюсь хоть как-нибудь камера этот весь праздник сегодняшний вам передаст ну шо вот мы только причалили к берегу все рыбалочка потихоньку заканчивается смотрите какого ромыч судака бабахнул и 2 акушарика сейчас мы вам сразу рыбку нашу покажем ну короче тут как я вам и говорил какие и как я обещал что будет что здесь трофейная рыба здесь или клюет или не клюет но если клюнет то нормальная рыбеха и сейчас я покажу свой улов это тоже так довольно таки хороший судачишка судак у меня на 200 грамм меньше чем ромыча ну и такие вот горбыли окуня ну-ка окуня реально каждый под кило красота смотрите друзья какая просто блин огромная огромная рыбешка но реально в наше время такая рыба это это просто это трофейный улов тут нечего говорить вот представьте себе вот такую рыбку тягать на спиннинг с тестом 312 это обновленный профессионал я просто в эту палочку сейчас влюблен понимаете в чем прикол этой палки с так с таким тестовым диапазоном ей можно ловить как среднего окуня даже не крупного так и вот таких вот агапчиков она ну вяжет на ура рыбку не сливает отлично себя ведет а по чуйке ну ну просто на высоте чуйка хорошая чтоб кто не говорил чуйка у этого профика нормальная потому что бланк мне кажется суше стал относительно старой модельки друзья в общем у такая вышла рыбалка как по мне ну просто отлично с ночевочкой провели время в палатке переночевали у костра посидели покушали все просто чудесно еще таких вот агапчиков наловили но это реально трофейная рыбалка в общем друзья ставьте лайки не забывайте комментировать видео побольше активности на канале всем пока до новых встреч а